Добрый вечер, друзья! В эфире программа Клин Адренарин и все самое интересное о клинском спорте. Вам расскажу я, Артем Мельников. Итак, сегодня в выпуске. Завершилось дебютное терминство LFL в Клину. Первый блин комом не оказался. Я считаю, что у него было гораздо больше плюсов тренинных. Месяц тренировок и сразу медаль. Как клинская каратистка попала в призы на первом для себя турнире. Я не собираюсь останавливаться. Просто вот на ночи. Почему настольный теннис называется пинг-понгом? И как теннисисты психологически давят друг на друга? А у него возникает такое чувство, что этот соперник будет сильнее. И очередной челлендж от корреспондентов Мой Клин на Ру. На этот раз с девушками. На прошлых выходных к своему логическому завершению подошел дебютный для нашего города турнир KLFL. Клинская любительская футбольная лига. Его главная особенность это необычный формат, значительно отличающий это соревнование от привычных нам футбольных состязаний. Первый блин комом не оказался. Этой фразой можно охарактеризовать итог первенства Клинской любительской футбольной лиги. Распространенный в Москве формат турнира для Клина стал неким новшеством, которое многим пришлось по вкусу. Команда из восьми человек, половина футбольного поля, уменьшенные ворота и укороченный тайм. Что это и как в это играть любители футбола разбирались в течение последних нескольких месяцев. Формат 8 на 8 позволяет все-таки показывать более динамичный футбол, чем 11 на 11. Больше моментов, больше голов, больше зрелищности, соответственно, и больше эмоций. Самим организаторам есть с кого брать пример. В Москве множество подобных лиг и турниров, а формат проведения едва ли не более популярен, чем большой футбол. В дебютном Клинском турнире выступили 16 команд, а это как-никак больше 200 человек. Согласитесь, неплохо для района. А преимущество в таком футболе получают игроки опытные и грамотные, которым в первую очередь можно отнести ветеранов. Они-то вместе с действующими игроками «Титана» и стали победителями. А в гонке бомбардиров первым финишировал главный тренер команды Вадим Шаталин, забив больше 30 голов. Формат достаточно удобный, много бегать не надо. Команда играла, скажем так, не то что на меня, но команда играла... Практически я был освобожден от бронетных функций и только занимался непосредственным делом именно по атаке и угрозам чужих ворот. Безусловно, не все проходило без сучка и задоринки. Как обычно, много претензий к арбитрам, ведь зачастую судили матчи сами футболисты. Отсюда и немало конфликтных ситуаций. Плюс ко всему подводила и дисциплина некоторых команд. То соберутся в неполном составе, то вообще не приедут на игру. Но тем не менее, общее впечатление у участников явно сложилось положительное. Молодцы организаторы, что решились на этот шаг. В принципе, достаточно много мероприятий уже проводится в этом формате в Москве и в других регионах нашей страны. Вот, в Клину впервые он, скажем так, произошел. Да, можно говорить, что сроки не совсем удачные, но это пробный чемпионат, а я считаю, что у него было гораздо больше плюсов, чем минусов. В финале турнира ветераны Титана играли с трудом, причем в прямом и переносном смысле. Высоковская команда навязала борьбу и была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию, но не удалось. 2-1 в пользу ветеранов. Третье место в серии пенальти завоевала автошкола «Мастер», переиграв «Атом» 4-3. Теперь организаторы раздумывают над проведением следующего турнира. Кто в нем будет участвовать и в каком количестве, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что изменения произойдут. Будут привлекаться квалифицированные судьи, а командам придется приобрести единую форму. Самое, наверное, главное изменение – турнир, скорее всего, будет проходить уже не летом, а преимущественно осенью. Это связано со многими факторами, в том числе, что у нас игроки все любительские. Они летом, естественно, кто отдыхает, кто хочет на дачу. И многие игроки молодые задействованы в формате 11 на 11, задействованы на игры за область. Тем не менее, приживется ли новая лига в Клинском районе и будет ли популярна у местных футболистов, станет видно только по прошествию следующего турнира. Адаптивное карате – новое для российского спорта понятие. Первое серьезное соревнование в этом виде прошло на прошлых выходных в рамках первенства России в Туле. И Клин не остался без медалей. Отработка новых элементов карате у Татьяны Фединой не занимает много времени. Сначала показал тренер, потом повторили вместе, третий раз уже сама. У Скани все сразу гладко, но терпение и труд все перетрут. Так Татьяна Александровна преодолевает все жизненные препятствия. Так она добилась и успехов в спорте. Стала призером чемпионатов России по керлингу, волейболу, медалистам многих соревнований по легкой атлетике, армрестлингу, пауэрлифтингу и других видов спорта. На прошлых выходных покорилось и первенство России по карате в Туле. До тех пор, пока вы не попробовали, представляли ли вы, что когда-нибудь вас карате сведет? Нет. У меня и в мыслях этого не было. Месяц тренировок и накануне соревнования, волнительные выступления и бронзовая медаль первенства России. Пускай всего четыре участника, но разве кто упрекнет? Здесь в пору просто восхититься достижением, глядя на то, с каким трудом дается клинчанке перемещение по татами. Ведь ей 65 лет. Когда Татьяна Александровна выступала, накатывалась слеза, потому что я даже себя где-то в чем-то ругал. Думаю, вот я моложе ее, да, то есть заставил. Ну не заставил, конечно, а убедил в том, что она должна выступить. И этот человек, этот герой по жизни, как бы я по-другому не могу ее назвать, вышла на татами. Адаптивное карате – новое для нашей страны понятие. Открытый турнир проводился впервые. Методика тренировок формируется прямо здесь и сейчас, во время занятий. Татьяна, Санна и дети, которые занимаются, они являются сейчас не как учениками, а больше ассистентами. Где-то даже они мне подсказывают, как, например, им удобнее, им виднее, как лучше сделать. Начиналось-то все как оздоровительная физкультура. Упражнения помогали людям бороться с таким серьезным недугом, как ДЦП. Сейчас же это превратилось в настоящий спорт. По самим движениям это для нас нужно даже. То есть заставлять работать и суставы, и мышцы в нашем положении – это самое оно, этот вид спорта. Также для ДЦП – это самый лучший вид спорта, где они могут заставлять свои мышцы работать. Овации зрителей после завершения программы Татьяны Александровны не прекращались долго. Аплодировали все – судьи, зрители и даже сами каратисты, среди которых была и шестикратная победительница первенства страны Анастасия Румянцева. В Туле она в очередной раз подтвердила свое звание. На самом деле мне как спортсмену это было очень интересно, потому что это у нас в России в первый раз. И я очень горда, что у нас есть в городе и вообще в России такие люди, которые нашли в себе силы и вышли, можно сказать, на публику, на сцену и не побоялись показать себя. В 2015 году адаптивное каратэ стало частью паралимпийского движения, но как бороться с иностранными спортсменами пока непонятно. За рубежом практика подобных соревнований уже давно освоена. Нам же предстоит пройти через множество трудностей, в том числе и технических. Сейчас надо коляски будет. Подгонять коляски специально для каратэ, потому что на таких колясках тяжеловато. Передвигаться пока урок. В скором времени на базе клуба «Витязь» планируется создание центра по адаптивному каратэ, где будет тренироваться подмосковная команда. Во главе с человеком, который не понаслышке знает, что такое целеустремленность и как добиться результата, даже когда этого никто от тебя не ожидает. Я не собираюсь останавливаться просто на начале. Уж идти, так идти до концерта. В целом же с первенства России по каратэ калинчане привезли больше десятка медалей. Особенно отличились воспитанники Сергея Зотова. Из девяти золотых медалей, которыми может похвастаться команда нашего региона, шесть взяли каратисты центра «Лидер». И благодаря им сборная команды Московской области стала победительным в общекомандном зачете. Медали всех достоинств выигрывают клинские самбисты на всероссийском турнире «Бородино-2015», который пошел в Можайске в прошлые выходные. Стоит отметить, что это соревнование одно из самых серьезных среди всех, в которых приходилось участвовать нашим ребятам. Один из состав участников, чего стоил Самара, Санкт-Петербург, Москва, Пензе, Тамбов, Полагда, Владимир и даже Петропавловск-Камчатский. И наши парни не ударили в грязь лицом, выиграв на турнире четыре медаля. Шорт-трекисты начали сезон с победы. С 14 по 17 сентября в Москве проходил первый этап Кубка России по шорт-треку. Уже на старте сезона воспитанники школы «Квенспортивной» показывают, что находится в хорошей физической форме. Об этом говорят и их результаты. Выступая в сборных командах Московской области, Вячеслав Кургиян и Артем Денисов стали победителями в эстафете на 5000 метров. Александр Шульгинов, Дмитрий Засосов и Геннадий Мусинец в этом же заезде выиграли серебряные медали. Футболисты «Титаны» теряют очки в домашний матч. В понедельник в Клин приезжала команда из Долгопрудного, которая не блещет выдающимися результатами в этом сезоне. Но завоевать ничью с «Титаном» им удалось. Финальный свисток зафиксировал счет 2-2. Голы завели Балашов и Бушин. Он встает от «Люберец» на 3 очка и опережает на «Тищинский Олимпик» на 5. Джан Дзи Кэ Ван Хао Дин Нин. Знаете ли вы эти китайские имена? Скорее всего, нет. А ведь это ни много ни мало чемпион мира по настольному теннису. И, конечно, в отличие от своего старшего брата, настольный теннис в России развит гораздо меньше. Поэтому предлагаем вам мастер-класс, который подготовил наш корреспондент Даниил Краснокутский. Мне всегда казалось, что бесконечно можно смотреть на несколько вещей. Как горит огонь, течет вода и как об стол ударяются шары для пинг-понга. Ненавидительно, что название этого вида спорта образовывалось от двух звуков. Пинг подальше шарика об ракетку и пунга в стол. Впервые это название стало использоваться до начала 20 века. До этого, говоря о настольном теннисе, применяли такие названия, как флиф-флам, виф-ваф и так далее. Играли обычными деревянными ракетками без покрытия. Но с таким инвентарем трудно было исполнять сложные и точные удары, а темп игры был далек от современного. Ближе к середине века поверхность ракеток стали покрываться специальным материалом. Удары стали сильнее, а мячу удавалось придавать прощение. И если на первый взгляд настольный теннис может показаться не энергозатратным видом спорта, то познакомившись с ним поближе, вы поймете, что это не так. Начинается все с того, что игрок должен почувствовать мяч. Поэтому первое, что нужно сделать, это взять ракетку, понять, как правильно ее удержать. То есть я уже показывала, палец не держим вот здесь. Первые тренировки дети в основном чекают для того, чтобы почувствовать мяч. Затем мы уже ставим их к столу. Теннисисты принято стоять всегда в стойке. Стойка должна быть правильная. Если мы играем слева, то правая должна быть впереди, левая сзади, корпус согнут, ноги чуть-чуть в коленях согнуты. После того, как игрок уже научился перекидывать аккуратненько мяч и попадать в определенный угол стола, мы уже поступаем к следующему движению. Это подрезки слева. Это второе, чему учатся игроки. То есть движение идет от локтя, и мы проводим его к сеточке. Это точная техника и чтение игры. Это, безусловно, ключевые факторы в достижении успеха. Но есть и такие моменты, которым у глазу стороннего человека незаметны. Например, психологическое давление. Когда люди приезжают на соревнования, дети, да, мы сейчас говорим о психике и психологии детей. Если один спортсмен видит, что у другого спортсмена есть футболка, на которой сзади есть надпись его фамилии и номер игрока, то психологически у того ребенка, у которого нет такой футболки и майки, да, у него возникает такое чувство, что этот соперник будет сильнее, потому что у него уже есть такая майка. Это значит, что он участвовал как минимум во всероссийских соревнованиях. Ну что ж, после мастер-класса я все-таки решился бросить вызов профессионалу. И теперь мы сейчас в салон и сыграем одну партию, только при одном условии. Я буду играть ракеткой, а вы будете играть учебником по литературе. Салон и сыграем одну партию. Эту партию я проиграл. Илона, какой вы наказание мне даете? Давай какое-нибудь неспортивное. Прочитай стишок. Над широким берегом Дуная, над великой галецкой землей, плачет из пути вля долетая, голос Ярославный молодой. Обернусь я бедной кукушкой, по Дуная речке полечу, и рука с бобровой опушкой, наклонясь в каялья мочу. А корреспонденты мой Клинру продолжают соревноваться со спортсменами. После двух подряд поражений в нашей команде произошел небольшой разлад. Что из этого получилось, смотрите далее. Артем, ты знаешь, я очень долго анализировал наши испытания и решил, что во всех поражениях виноват ты. Я? Артем, я не знаю, в нашей команде якорь и тащишь нас на дно именно ты. Ну, знаешь, если ты так считаешься, я предлагаю тебе все решить по-мужски. Я вызываю тебя на теннисный дуэль. Но, чтобы проигрывать было обиднее, я предлагаю взять нам в пару по одной очень недурной теннисисточке. Ну, я согласен. Давай попробуем. Итак, что же мы приготовили на этот раз? Завязываем глаза и пытаемся по очереди послать мяч в квадрат подачи. У нас еще есть шансы, мы успеем отыграться. Дальше, как в боулинге, сбиваем кегли при помощи теннисной ракетки. И третье задание решающее. Играем партию в настольный теннис с большими ракетками. Чья команда победит, тот и будет выполнять наказание. КОНЕЦ 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 Хотя я считаю, что за Артема все сделаем у коллеги Даши, это было нечестно. Но в любом случае сейчас будет наказание, мы будем подавать, изображая животных. Давайте лягушечку. Тигр же. Давайте коровку. Ну и моя последняя основа, я хочу, чтобы Артем Сняков изобразил слона. На сегодня у меня все еще больше о спорте, вы можете узнать на страничке CleanAdrenalin ВКонтакте. Живите в ритме родного города и помните, что спорт это жизнь. КОНЕЦ